всем мал с вами чешир и успели мы и глазом моргнуть а вот уже и лето прошло да и уже практически середину осени а это значит что айон классик 3.0 все ближе и ближе а с ним приедет и куча нововведений какие-то хорошие какие-то плохие какие-то спорные и вот об одном таком мы сегодня поговорим речь про вставку магических камней а также мы разыграем три приза по 300 кун и все что для этого надо поставить лайкосик и написать какой-нибудь комментарий под видео без мата пожалуйста и удача вас настигнет победители будут объявлены через три дня после публикации ролика и объявлены в нашем телеграме дискорде и vk канала всем удачи ты не зря играл в мморбг все эти годы мир айон классик зовет своего героя прокачай персонажа на максимум и надери крылья всем кто встанет на твоем пути залетай на фонгейме так что если никогда не играл в айон или хочешь вернуться после длительного перерыва тыкайся по ссылке в описании и начинай играть с приятными бонусами которые помогут чуть-чуть в развитии твоего персонажа ну а также спасибо всем огромное за ваши подписки не забывайте тыкать лайкосик а мы погнали как мы все знаем сейчас магические камни в экипировку вставляются просто допустим берешь камень тыкаешь им по шмотке зашел берешь 2 зашел берешь 3 не зашел и выбил все предыдущие камни которые были вставлены в игровом интерфейсе отображается шанс вставки на каждый камень 60 процентов но так ли это или нет мы достоверно не знаем так как никто из нас не я не ты не дядя вася не делал выгрузку к примеру 10 тысяч попыток чтобы объективно хоть как-то оценить результаты а так да конечно каждому из нас который когда-либо пытался вставить камни даже близко не кажется что там есть 60 процентов но нам ничего не остается кроме как верить написанному хотя на заборе тоже написано но самое бесячее что сейчас присутствует это то что уже вставленный камни к чертям вылетают это прям разгорает тысячи пуканов игроков до такой степени что эта энергия можно наверное отапливать небольшой городок отсюда у людей рождаются всякие суеверия серии надо точиться через фейлы другой шмотки точиться в бертроне или белу слани при полной луне предварительно выпив при этом кровь девственницы и принеся в жертву у розового единорога но по факту вам это скажет любой программист все это чушь и не работает даже если у кого-то чё-то и как-то вау якобы заходит таким образом это не более чем совпадение ибо как в начале я сказал никто из нас не делал потому что это просто физически невозможно выигрызку 10000 попыток вставки камней при одинаковых условиях ну короче не суть основное то что такая система была всегда и только где-то в старом айоне к обновлению 5.0 а то может быть и позже это поменяли в наше же время корейцы экспериментируют уже на ion classic принося сюда какие-то свои идеи и вот в 3.0 который нас ждет они полностью переделали систему вставки магических камней теперь у игрока не будут вылетать уже вставленные магические камни и как бы вот же оно ура счастье ура теперь то я заточусь напихаю себе всюду печенек и буду крушить кромсать и так далее и вообще смогу изи убивать не 100 камней на вставку а в разы сократить свои расходы подумал наверное каждый из вас ага не тут то было понимаете ion classic тем и classic что вот тут вам нету пока что сверх чего-либо того что изначально не закладывалось тут нету вам точки на плюс 20 и выше нету перьев и воды которые ломались при точке и так далее и тому подобное а соответственно и экономика внутри игры достаточно сжатая ну и плюс конечно отрицать бессмысленно способов монетизации игры не так много а любому разработчику важен как раз конечный пункт отсюда и вытекает что магические камни являются достаточно ценным ресурсом и должны таким оставаться ибо в обратном случае придет инфляция и обесценивание и вот только не надо мне говорить а вот раньше магические камни и добывались легче и нужные из них всегда стоили на высоте это не так на стартах проекта да когда всем все надо вот тут же и сейчас то конечно это работало но чем больше времени проходило тем все это больше обесценивалось плюс влияли другие факторы яркий пример отсюда вам и вот более высокоуровневых камней которые на песечку отличались от старых отсюда вам и разрабатывание композитных камней а потом еще и древних и так далее и тому подобное потому что в таких играх старого ресурса становится со временем все больше и больше и все больше он обесценивается а создавать движение в экономике надо иначе будет затухание так это работает в таких играх и поэтому в 3.0 с вводом этой новой системы вставки магических камней корейцы поменяли шансы этой самой вставки первый камень вставляется все также да с шансом 60 процентов а второй уже с шансом 40 а третий еще ниже уже 20 4 всего 10 процентов 5 6 5 процентов и вот эти шансы слегка так полностью ломают радужные планы на вау как я сейчас повставляю с одной стороны да у вас теперь они не вылетают с другой ну кому он 5 процентов на 5 на пятый камень как говорится удачи если сейчас существует реальная возможность если вам прям мега попрет что вы просто возьмете 6 камней и забьете их все подряд без фейлов вот в будущем обновлении ну чисто исходя из теории вероятности она тоже существует но чё там не подсказывает ну вы понимаете да и вроде как смотришь на шансы и не весело да а с другой стороны мозгом то понимаешь но я надеюсь мои все зрители понимает что маг камни останутся достаточно таким ценным ресурсом в игре и ценной составляющей монетизации что как минимум задерживает в головах тех же разработчиков мысли и придумывание какой-нибудь еще фигни по типу а давайте мы введем перо которое вставляется в попу персонажа и точится в водой в которой купались только младенцы и продаваться она будет только в шопе и надеюсь задержит все таки надолго такие мысли вот как говорится теперь и живите с этим давать советы точиться и перетачиваться сейчас или ждать 30 я не буду у каждого из вас есть все таки своя прекрасная голова на плечах которая способна думать исходя из ваших реалий в игре сколько вы играете как много вы играете сколько часов чем занимаетесь и так далее и тому подобное каждый я думаю подумает сам за себя могу сказать что в целом то система не вылета ко мне мне нравится больше и наверное она более правильная с точки зрения геймплея и менее токсичная по отношению к игроку и по идее должна меньше загорать наши попки но как будет по факту на боевых это мы узнаем только когда поиграем какое-то время в будущем обновление а на сегодня все всем огромное спасибо за просмотр не забывайте про розыгрыш приходите на стримы и ставьте лайкосики но главное вкусно покушайте всем приятного аппетита и пока пока